МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Наш крутой земляк Виктор Сибирин берет новую высоту, готовится к суточному марафону. В Сибири за тобой не угнаться! Слава ВДВ! Ура! Сегодня день ВДВ. Наша съемочная группа проехала в колонии десантников и спросила родных, как быть семьей ВДВшников. Какой будет погода в первые выходные августа, смотрите наш нескучный прогноз от Ивана до Марии. Улица Дзержинского меняется на глазах. Новый асфальт, другие остановки и ремонт скорбящей матери. Подробности прямо сейчас. Сегодня начался капитальный ремонт скорбящей матери. Пока рабочие снимают старую плитку. Здесь работает фирма спецтех Ачинск. На ремонт из городского бюджета выделен почти миллион рублей. За эти деньги обновят не весь мемориал, а гранитную стену за скульптурой. Гранит с нее полностью снимут, выложат новый, а верх памятника защитят оцинкованной сталью. Металлическую звезду тоже вернут на прежнее место после демонтажа. Напомню, в последний раз ремонт памятника был в 2008 году. А обновление этого года планируется завершить не позже 15 октября. И на этом обновление улицы Дзержинского не заканчивается. Дорожники почти завершили укладку асфальта на участке от въезда до ПТП. Известно, что новое покрытие появится и дальше до перекрестка с улицы Юнатов. Покажу, что еще изменилось на улице Дзержинского. Помимо этого, сегодня в Ачинске установили 4 новые остановки, которые объединены одной темой – заповедные зоны Сибири. С остановками в Ачинске одна проблема – их сдувает ветром. Поэтому у рабочих спрашиваем, надежно ли закрепляют конструкцию. По новой технологии. По новой. Раньше устанавливали на забивку. Сейчас мы на натяжку ставим. Остановили надежно, надежно. Ручаемся, ручаемся. Даже так? Да. 100% могу сказать. Прямо на камеру. Ручаемся. Действительно стоят крепко. Теперь можно будет не только ждать автобус, а и наслаждаться красотой нашего края. Что касается других остановок в городе, то планируется, что обновят все павильоны, а их более сотни в Ачинске. Над Дзержинского вдобавок снесли старые и больные деревья. К сожалению, не на всей улице будет праздник. Участок от пересечения с переулком Юнатов до Пузановой останется без перемен. Возможно, его обновят в следующем году. Но это не точно. Мария Липченко, Вильдан Калимулин. Новости телеканала ОСА. Сибирь, за тобой не угнаться! Ладно, ладно, давай, давай! Я стараюсь! Вот она, закалка, б***ь, б***ь просто! Мужик от бога! И не угонишься. Слишком вольный. Чит будто на пятой скорости, невзирая на жару. Витя Сибирин. Герой нашего времени. Тот самый сибиряк, который на коляске рванул в Абакан 450 километров за 12 дней. Только с дороги. И опять готовит своего железного коня к новому марафону. Чтобы, как говорит Витя, жизнь с сахаром не казалась, я надела ролики и вышла с ним на одну прямую. Вот есть такие дистанции интересные, марафоны интересные. То есть, как бы он идет не на дистанцию, а на время дается сутки. И ты сутки катаешься, кто на ногах, тот бежит. То есть, употребление еды, воды и все остальные нужды происходят на дорожке, по правилам это происходит. Этот суточный марафон, к которому готовится Витя, пройдет в эти выходные в Саиногорске. Дистанция не в километрах. Спортсмены 24 часа в пути. Кстати, наш Сибирин, похоже, не единственный колясочник, кто выйдет на марафон с бегунами и велосипедистами. Главное, сутки не останавливаться. После Хакасии, говорит Витя, стал коллекционером. Нет, не вещей, а качеств. Теперь после каждого такого путешествия кладет на полку своей души что-то новое. Ну, я, наверное, приобрел еще одно качество, как такое, наверное, как еще большее наблюдать. Еще большее упрямство. Упрямство. И еще большее понимание того, что мне это все-таки надо. Телес. Упрямый, характерный, не сломленный. Еще бы, не будь у него таких качеств, мы бы не знали, что Сибирин из Сибири может то, что не всем под силу. Еще и других поднимает идти или ехать, как он, к своей победе. Сейчас его цель – Саиногорск. И новые испытания. Но и рекорд в копилку. Кстати, был рекорд поставлен на коляске 110 километров за сутки. Хочешь? Надо. Или побьешь? Надо. Смотри, ты мне бы обещал. Я не пообещал, сказал надо. Не надо тут подмену понять идентич. Есть в нем что-то такое, чего хочется выходить из зоны комфорта. Пока ехала рядом, все смотрела на его руки, как они скользили по металлическому ободу колеса. А еще узнала, что коляска, на которой Сибирин проехал до Боготола, Красноярска Хакаси, сделана его руками. Говорит, нашел старую, отремонтировал, заменил пару деталей для маневренности. А что, Витя, побыстрее никак. Вот, давай, давай, давай. Вот это я поднимаю. Вот так вот тренируются настоящие мужики, друзья. Второй год Витя собирает на новую коляску. Заметьте, человек не просит помощи, а просто своим рвением в жизни построил цепочку добра. Люди, встречая его на трассе по пути в Красноярск-Абакан, помогали кто словом, кто деньгами. Сейчас набралось около 100 тысяч рублей. На коляску надо 300. Это значит, марафон Сибирина еще продолжается. На экране напишем номер телефона Витя Сибирина. К нему привязана банковская карта. Помогать или нет – дело каждого. Час тренировки. Я бесил, а мой герой – огурцом. Зато оба на позитиве. Стоит у тебя, да стоит нафиг у тебя бегать. Бегай, стоит у тебя, не знаю, прыгать, прыгай. Стоит у тебя боксом заниматься, занимайся боксом. Стоит у тебя с футболом заниматься. Занимайся футболом, блин, кто тебе мешает. А вот эти все разговоры, что вот, не могу, вот, они, не знаю, там, задержали, проспал, проел. Спасибо, Сибирин, за мотивацию. От себя скажу. Чемпион, ждем домой и с победой. Не только свидание, не пущу тебя в дачу. Я без медали не поеду. Анна Ахметова, Иван Цуканов, Александр Шеделев, телеканал «Асса». Внимание! В магазине постоянных распродаж «Шок-цены». Полотенце махровое от 59 рублей. Набор контейнеров от 95 рублей. Сковорода – 399. Тетрадь – 48 листов – 16 рублей. Магазин постоянных распродаж. Седьмой микрорайон 2А. Спешите! Мед в магазине «Пчеловодство» на воскозаводе всего 500 рублей за литр. Ждем вас по адресу. Улица Свердлова, дом 18. В магазине «Шалуны» огромное поступление школьной одежды. А на школьную обувь действуют скидки до 50%. Первый микрорайон – ТЦ «Плаза», второй этаж. Мальчику из Ачинска Матвею очень нужна помощь. Так случилось, что у нас в редакции мы его называем «нашим Матвеем», хотя никто с ним лично не знаком. Когда мы сделали первый сюжет о том, как дети помогают своему ровеснику бороться с раком, Матвей учился во втором классе. Сейчас он переходит в третьем и идет на поправку. И если в наших с вами силах сделать так, чтобы у него был пятый, десятый класс и еще много чего впереди, мне кажется, мы должны это сделать. Впервые Ачинсы узнали про девятилетнего Матвея в феврале. Его одноклассники, учителя и ребята из других школ организовали ярмарку, чтобы помочь мальчику победить рак. Вырученные деньги все отдали маме Матвея с пожеланиями «выздоравливай». Подключились и горожане. Все вместе собрали 80 тысяч рублей. Матвей прошел терапию в питерской больнице. Позже Алена добьется квоты на лечение сына в столичной клинике. Сейчас они получают химиотерапию в Москве. Курс рассчитан на полгода. Все это время Матвей должен находиться там. Сегодня классный руководитель мальчика Инесса Воронова обратилась к Ачинсам с просьбой о помощи. Сегодня Матвею и его маме требуется помощь просто в поиске квартиры, проживания в Москве, район Солнцево, на момент завершения лечения. Это срок полгода. Выезжать оттуда так часто они не могут. Между химиотерапией будут перерывы. Эти перерывы они достаточно и короткие, и в то же время проживать в самой клинике они не смогут. Придется каждые два дня ходить, сдавать анализ и проживать. Ходить, сдавать анализ, проживать. Потом снова химиотерапия. Снимать жилье в Москве даже на окраине очень дорого. Месяц аренды больше, чем средние зарплаты в Ачинске. Больница, где лечится Матвей, не может предоставить место для мамы с ребенком между курсами. Если вы можете помочь жильем в столице, даем номер телефона мамы Матвея. Он на экране. И желаем нашему Матвею здоровья. Весь телеканал ОСА и Мария Липченко, Александр Сиделев. Ну естественно, эти слова олицетворяют дух 2 августа. На часах нет еще и 11 утра, а мужики в чельняшках и в голубых беретах собрались у памятника погибшим в локальных войнах. Рядом жены, дети, сослуживцы и одна атмосфера силы и мужественности. По традиции, возложение цветов в память тем, кого уже нет на этой земле. Флаги разговоры для многих такие встречи, как бальзам на душе. И всех их объединяет одно – с достоинством нести звание десантника. И быть примером детям и своим женам. Ну каково это быть женой ВДВшника? Очень круто. Молодцы ребята, организовывают такие массовые какие-то мероприятия. Вообще здорово. Они вот прям едины с духом. Они прям, ну круто, это надо просто чувствовать. Каждый год? Да. То есть всегда с мужем? Всегда. Дети уже тоже до конца с нами, уже везде и всюду. Конечно, конечно. Слава ВДВ. Вообще слава ВДВ. Ну что, Ачинск? Никто, кроме нас. Сегодня день воздушно-десантных войск. Эта колонна сейчас проедет по городу. Ну и, естественно, телеканал ОСА вместе с ними. Поехали, Ачинск. Вой сирены больше десяти машин. Эмоции зашкаливают. Рядом молодое поколение будущих десантников. Вокруг изумленная толпа ачинцев. Колонна двигается в одной стороне. Чтобы не мешать движению, по дороге чувствуется праздник. Сигналы встречных машин – тому пример. Сегодня около ста человек участвуют в этой автоколонии. Действительно, сегодня семьи, дети, дети ВДВшников, жены, ветераны локальных войн. Сегодня все вышли, чтобы просто проехаться по городу и доказать, что настоящие мужики сегодня вышли. И действительно, с размахом будут сегодня праздновать этот праздник – День воздушных десантных войн. Сейчас первая локация, первое место, куда едет вся автоколонна – это мемориал скорбящих вателей, где тоже будут возлагаться цветы по традиции уже. Ну и дальше по городу также сделаем круг почета. Вы знаете, ощущается такая мощь, энергетика от этих мужиков. Действительно, как будто, не знаю, сегодня прям разряд такого, вы знаете, мужского-мужского характера по улицам города Ачинска. Давайте наслаждаться сегодня вместе с семьей этим прекрасным праздником. Как зовут? Алена. Алена. У тебя папа или кто? ВДВшник? Да. Ален, ну скажи, пожалуйста, каждый год с папой или нет? Да. Что? Что интересного вообще происходит? Вообще, расскажи, вот, со своей стороны, что такое? Ну, то, что, ну, все должны уступать в дорогу. Самой понравился? Да. Да? Скажи, пожалуйста, что ты можешь сегодня пожелать всем готовящимкам, в том числе, своему папе? Счастья и здоровья. Остановка у мемориала была всего пару минут. Идет реконструкция памятника, чьим на всех парусах, на привокзальной энергия колонны просто невероятная. На всех остановках эти бравые ребята кричат самые главные слова. Слава, давай! Кип-кип! Ура! Кип-кип! Ура! Кип-кип! Ура! 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 Каждый год, не каждый год участвуешь в таких мероприятиях? Каждый год. Что? Что получаешь от этого? Нравится, не нравится? Удовольствие. Почему? Потому я езжу на ГА-67. В этой машине? Да. Что можешь сегодня пожелать всем ВДВшникам и мужикам? Чтобы они были шешливые. А еще? И как всегда участвовали в этой мероприятии. Слава, ВДВ! Слава, ВДВ! Спустя час двигаемся в сторону Дворца культуры, к фонтану, где завершится шествие колонны. Народ встречает с улыбками и изумлением. ВДВ! ВДВ! Почему вы в колонии не были сегодня? Малыш, малыш, я первый раз у вас в городе отмечаю праздник ВДВ. А откуда вы? Сам в Санкт-Хангельска. Переехали сюда жить. Вот традициям не изменяем. 2 августа. Вдв, ВДВ? Конечно, но уже есть кому купаться, кроме нас, в фонтанах. Подрастающее поколение. Скажите, чем отличается каждый год ВДВ от другого? Здесь. Он здесь всегда, да. Он не меняется. Он здесь всегда. Когда было 18, Хангалаш, Али. И сейчас 41. Ачинск. Все здорово. Все мы молоды, да? Только немного посидели. Каково это быть женой десантника? Во. Честно. Очень классно. Не знаю. Вот колонна такая крутая идет. Как бы эмоции переполняет. Дочь у нас в этот раз отсутствует. Так она всегда с нами. В тельняшечке. Вообще все отлично. Не знаю. Как бы клево. Расчувствовалась. Ну, покажи, вы мужики же, да? Да, ну вот. Что пожелаете? Ой, мужикам здоровья, силы, удачи. Да, очень хорошие. Все, все, все. Удачи им. И вообще, чтобы они были защитниками Родины. Чтобы они всегда были на защите. День ВДВ – это праздник великой силы и отчаянного мужества. Голубой берет никогда не потеряет ни свое достоинство, ни свою честь. И вот поздравляем всех причастных с 89-й годовщиной этого нашего великого праздника. Дня образования воздушно-десантных войск. И пожелать хотим от ветеранов локальных конфликтов города Ачинска. Вот от твердости духа, несгибаемой воли, железного характера. И что все планы заканчивались только победой. Слава ВДВ! Слава ВДВ! Никто, кроме нас! С праздником, мужики! Ну и как же без! Расплескалась синева, расплескалась по билетам, даже сердце синева затерялось своим забачьим цветом. Анна Ахметова, Вильдан Калимулин. С днем ВДВ! Ачинсы, телеканал ОСА. Аптека всем рекомендует. Для улучшения результата от тренировок. Эль-карнитин, спорт-эксперт, гель от растяжений и ушибов, горячий лед, омега-3, фирмы Салгар. Аптека всем. Первый микрорайон, 36Г. В приюте «Доброе сердце» работает ветеринарный кабинет. Все виды ветеринарных услуг. Диагностика, лечение, операция. Телефон 5-61-16. Компания Синт представляет. Новые тарифы, новые возможности. Твой выгодный интернет со скоростью до 200 мегабит в секунду. Выбери свой тариф. Все подробности узнавайте на сайте и в офисе оператора. Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то наступили первые выходные августа, а мы уже готовы рассказать, как весело их провести. Нужно отметить, что погода будет солнечной, а это значит, что не время сидеть дома. Итак, афиши на выходные. Поехали! Ну что, Ачинцы, пришло время веселиться. Наконец-то приехал цирк Шапито, да еще и с новой развлекательной программой Кураж. Для вас уже готовы выступить акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты и многие дрессированные животные. А обезьяны-наездники и танцующие бурые медведи не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. Так что успевайте приобретать билеты и всей семьей отправляйтесь на развлекательное представление. Поторопитесь, завершающее представление пройдет уже в это воскресенье 4 августа. Так что успевайте приобретать билеты и отправляйтесь за хорошим настроением в цирковой Кураж. У нас хорошие новости для киноманов. С 1 августа в прокате стартовал фильм «Форсаж, хопс и шоу». Два заклятых врага – американский спецагент и британский пижон. Они никогда не ладили друг с другом. Для противостояния общего противника им приходится объединиться. Ради спасения своих семей они готовы работать в команде. Цены на билеты начинаются от 150 рублей. Справки по телефону 4-20-20-2-33-0-2. Еще один отличный способ посмотреть фильм – на свежем воздухе. Приходите сегодня в парк Тройский на кинопоказ «Под открытым небом». Организаторы предлагают прийти к 9 часам и занять самые хорошие места. Зовите с собой друзей, не забывайте захватить плед и вкусняшки. Начало в 9.30. А теперь расскажем, куда можно сходить, если вы собираетесь в Красноярск. В субботу 3 августа жители и гостей города приглашают на аэропикник, который пройдет на западной стороне острова Татышев. Захватывающим зрелищем на юбилейном фестивале станут соревнования по гоночным квадрокоптерам. В воздушной битве примут участие лучшие пилоты дронов со всей России и сразятся за звание самого быстрого. Также вас ждут соревнования по робототехнике, мастер-классу и фотозоны. Организаторы готовят шоу-программу, различные конкурсы и лотереи для гостей фестиваля. А еще вас ждет завораживающее шоу мыльных пузырей и много другого интересного. Начало в 12 часов. Вход свободный. Подробности узнавайте по телефону 226-41-90. А вот вечером советуем вам съездить в Роев ручей. С 9 до 11 часов в парке пройдет интерактивная вечерняя экскурсия. Вы сможете погрузиться в мир ночных и сумеречных животных, изучить их образ жизни, попробовать себя в роли ночного зверя и познакомиться с ручными животными парка. Помимо этого участники экскурсии увидят Троев ручей во время освещенных аллей и вольеров. А в конце путешествия поднимутся на крышу акватерариума, где смогут полюбоваться на ночной парк и город. Предварительная запись по телефону 294-2020. Выбирайте себе мероприятие по душе, зовите с собой друзей и заряжайтесь энергией на следующую рабочую неделю. Вероника Придейна, Александр Сиделев, телеканал ОСАМ. Всем ярких выходных, пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спонсор авторского прогноза погоды – компания Енисей Агра. Всем привет! Сегодня авторская погода. И сегодня мы... Подожди, какие мы? Сегодня нет никаких мы. Мы раздельно, есть я и ты. Потому что ты идешь работать, а я еду отдыхать. Ага, это с чего ты решила? Я, может, тоже хочу отдыхать. Погода хорошая, только загорать на эти выходные. Я еду отдыхать, потому что я уже пошла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально, все будут загорать, а я в офисе париться. Круто? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, работников! Привет! Я добралась. Поздравляю. В городе жара такая, что асфальт просто плавится. Вот я спасаюсь, как могу. Ммм, ну ты давай, работай, работай. Я уверена, тебе будет весело. А я пошла. Еще хочу успеть позагорать. До связи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло! Алло! Ну че, как тебе работается в субботу? Да, отлично. Всегда мечтал просто поработать в субботу. А я вот в отеле. Пью холодную водичку. Наслаждаюсь прохладным воздухом и кондиционером. Офигенно. Офигенно просто. Да, вообще круто. Знаешь, я уже наотдыхалась. Ты так хорошо, когда погуляла. Так что завтра жду тебя на нашем месте. На лавочке. Ну меня все равно никто не спрашивает, да? Я говорю до завтра. Пока. Знаешь, я после таких выходных уже разговаривать с тобой не буду. Ну и ладно. Зато я хорошо отдохнула, чего и вам желаю. Я вам тоже желаю все выходные в офисе не просидеть. Хотя бы поплавайте, хотя бы в бассейне. А лучше берите с собой зонтики от солнца, крема от загара и для загара. И вообще, когда еще повезет позагорать в августе. А с вами были Мария Липченко. Иван Суканов. Новости телеканала ОСА. Спонсор авторского прогноза погоды – компания Енисей Агра. Енисей Агра. Покупайте всегда качественное мясо курицы, свинины, говядины. Оптим и в рознице. Енисей Агра. С нами вкусней. Улица Кирова, 3. Территория Крайбазы. Склад 10. Субтитры подогнал «Симон»!